Девушки отдыхают Обними родителей, обними папу О, молодец Мама! Что, мама, дочка У твоих родителей серьезная финансовая трудность Как обычно А у тебя всегда есть деньги Ничего не завалялось Мама! Кстати, папа хочет очень серьезно с тобой поговорить, да, Коля? Да Мы с мамой заглянули к тебе в институт И узнали, что у тебя там серьезные проблемы Мы посоветовались и решили Надо тебе бросать это все к чертовой матери Вы хотите, чтобы я бросила танцы? Боже упаси Тебе надо бросать институт Во-первых, это реально дорого А во-вторых, никаких перспектив, да Никаких! Ну я же хотела стать учителем Пойти по стопам мамы Поверь мне, если бы мама могла Она бы пошла по твоим стопам Точно! Вот сегодня день учителя А? И где мои выпускники? Они все здесь Они пришли к тебе, а не ко мне Вон они И деньги Они должны были потратить на цветы мне А они их засовывают трусы тебе И это правильно Слабо Бог! Слабо Бог! Я хотела, чтобы на меня смотрели дети На тебя смотрят их папаши Да, у тебя реально талант Вон Петрович с седьмого подъезда Каждый день меня благодарит за дочь Все, ладно Мой выход Дома поговорим А мы тебя здесь подождем Да Вы у меня и так все деньги уже забрали Ты не представляешь размер наших материальных трудностей Доченька, может тебе лучше мамины труселя одеть? У них реально больше денег Больше? Папа! Ладно, ладно, все Давай, ни пуха, ни биран Пошли, пошли Ты смотри Тьфу 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 Вот гадину воспитали Так, это пятьсот А я тебе шестьдесят пять У меня Ну что за день, а? В понедельник в парке даже некому показать О! А нет, это мусорка Надо сходить как у листа О! 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 Я смотрю, вы тоже из наших, да? О! И что, в парке никого? Даже собак нет. Ещё. Эй, вы куда? Я что же, ваш? Блин, я форму просто забыл со смены снять. Подождите! Наполеон, отойди, пошёл вон! Ты посмотри на него. Тоже у меня Наполеон. Давайте его в 203-ю палату. В 203-ю? Так там же этот... Ну да, Гитлер. Вот посмотрим, кто кого. Мне всегда интересно было. Так, здесь у нас что? Сосунков, Валерий, Павлович. Сосунков. Здрасте, доктор. Здравствуйте. Рассказывайте, что у вас? Да я не рассказать, я показать могу. Это что-то новенькое. Прекрасно. Давайте. Раздевайтесь. То есть как раздевайтесь? Раздевайте давай. Вы же к доктору пришли. Доктор, вы, наверное, не поняли. Я того, эксгибиционист. Эксгибиционист? Ну все правильно, эксгибиционист. Прекрасно. Давайте, показывайте, с чем пожаловали. Да. Я так не могу. Не давите на меня. Ну вы же сами хотели нам кое-что показать. Хотели, я хотел показать, показать. Сейчас вам покажу. Ну хватит угрожать, показывать уже. Не давите на меня. Я люблю, когда инициатива идет от меня. Вы посмотрите, какой эксгибиционист нынче стеснитель не пошел. А с утра-то всей больнице показывал. Весь персонал распугал. Да. Так, давай и нам показывай. Мне же тоже интересно. Да. Нет, я так не могу. Давайте я лучше завтра приду. Так, завтра теплей не станет. Показывай нам. Давай. Давайте, показывайте. Куда же вы? Извращенцы вы, извращенцы. А, Наполеон, смотри, что у меня еще. Да. Люблю свою работу, знаете ли. Я тоже. Так, давайте все-таки на него историю болезни заведем. Ага. И запишем там, что мы его вылечили. У-у-у, какие мы молодцы. Молодцы. Может и вам, Виктория, что-то показать. А давайте-ка я вам кое-что покажу. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Нет, не обращайте внимания. Мы просто пошли посидеть, погреться. Здесь у вас так здорово, мягко. Нет, девушка. Мы пришли, чтобы купить средства для усиления любви. Не поняла. Не обращайте внимания, она шутит. Нет, я не шучу. Вы понимаете, у моего мужа в последнее время не очень получается. Вот. И мы хотели бы купить такое средство, которое вернет нам былые прелести семейной жизни. Вы меня понимаете? Сексуальные стимуляторы. Мне нет, а вот ему да. Нет, скорее всего, моей супруге нужны сексуальные успокаивающие, видите? А вы уверены, что вам нужна медикаментозная помощь? Да, да. Я уверена, например. Понимаете? У нас была прекрасная семейная жизнь. Прекрасная. Но эта экология, вы знаете, как она действует на мужчин. Представьте себе, что несколько месяцев назад это был высокий двухметровый парень. А сейчас ни дать, ни взять. Все соки из меня... Бриночка, мне очень тут неудобно. Это все из-за работы. Я устал. Я сейчас отдохну. И ух! Знаю я твой ух. 30 секунд. Вы не переживайте. Фармакология творит чудеса. Есть очень эффективное средство. Вот. Оно подействует? Лично опробовано мной. А у него есть какие-то побочные эффекты? Есть. Вечно улыбающаяся жена. Хорошо. Нам подходит. Пробивайте. Ой. О, за добавкой пришли. Ну как, понравилось? Шикарно, девушка. Шикарно, потом расскажу. А сейчас упакуйте меня, пожалуйста, вату, зеленку, бинт, успокоительное и на штырь. Да что ж такое? Алло. Да. Не-не-не. Я думаю, скорую лучше вызвать. Ага. Вызывайте скорую. Да. Хорошо. Но средство шикарное. Отложите мне три упаковки. Три. Пожалуйста. До свидания. Здравствуй, доченька. Любимая доченька, давай обнимемся. Вот вам мои объятия. Взяли и уши. Нет, мы сегодня по другому поводу. Или ты уже передумала стать учителем, а? Мама, ты что договорилась с директором о собеседовании? Лучше. Она договорилась с учителем биологии и перевела мальчиков из-за детства Бетта. Вы хотите, чтобы я провела урок биологии детям? Не-не-не. Скорее всего, урок физиологии. Они уже в зале, ждут тебя и твои молочные железы. Да. Ждите, вы хотите, чтобы я танцевала стриптиз с детям? Каким детям? О чём ты говоришь? Это же одиннадцатый класс. Вон они по дороге, все мои сигареты выгурили. Я раздеваться перед детьми не буду. Пусть мама раздевается. Ты что хочешь, чтобы дети навсегда разлюбили биологию и спились? Танцевать перед детьми не буду. Вот что ты за педагог, что даже не можешь раздеться ради детей. Настоящий учитель должен снять с себя последнюю рубашку, а ты какой-то лифчик бросить не можешь. Точно. Всё, папа, пошли. Наша дочь никогда не станет учить. Никогда. Ладно. Станцую. Но только ради детей. Только ради детей. Давай. Порвите. Браво. 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 Это капец. Ты что? Дети все в восторге. Они хотят, чтобы ты вела у них все предметы. Кстати, а где те предметы, которые они засовывали тебе в лифчик? Да-да-да. А, ваш гонорар, да? Да. Хорошо. Вот ваш гонорар. Вы что, думаете, я не поняла, зачем вы это всё устроили? Конфеты, жвачки. А деньги? Где деньги? А деньги есть у детей, которые учатся в лицее, а не в маминой школе. Извини. Это мой прокол. В следующий раз приведу детей-мажоров. Мам, я тебя умоляю. Они и так каждую ночь вот тушуют. Снежана Егоровна, вы знаете, я так не готова. У меня послезавтра экзамен по анатомии. А я ничего не помню, ничего не знаю. И у нас ещё и новый преподаватель точно завалюк. Милочка, ну что вы так волнуетесь? Ну, анатомию брюшной полости вы выучили? Да, конечно. Так, анатомию головы и шеи знаете? Да, и анатомию дыхательных путей тоже. Ну, так а какие вопросы тогда? Вопросы к анатомии малого таза. Точнее, к физиологии мужской половой системы. Ну, что там могут быть за проблемы? Там же всё проще простого. Да я просто из религиозной семьи. Я очень стесняюсь этой темы, поэтому на лекции я не ходила. Ну, поэтому я не готова, понимаете? У меня в теории полный ноль. Так, а в практике? Ещё хуже. Милочка, ну что вы, вы же будущий доктор. Нельзя этого стесняться. Я понимаю, ну, просто я не могу себя пересилить. Ну, я как бы стараюсь, но он как бы... Ой, как здорово! Мужчина, вы как раз вовремя. Смотрите, вот это мошонка. Вы не закрывайте глаза, быстрее открывайте конспект и записывайте. Значит, мошоночка, да. Так, а вот это крайняя плоть. Видите? Да, мужчина, мы ещё не закончили. Да, записывайте. Так, всё. А вот это кавернозное тело, или, проще говоря, пещерное, а вот здесь пангиозное, или, можно сказать, губчатое. А может, немножко... А, спасибо. Так, и вот эта ткань пещерная включает в себя одно... Два пещеристых тела включает одно губчатое, и вот оно всё вместе составляет... Вам долго ещё, а? Мы, наверное, уже пора закругляться. Скажите, а вы завтра во сколько сможете? Вообще-то я завтра не планировал. Давайте часиков в 10, чтобы пораньше, чтобы людей не было в парке ещё. Милочка, сможете в 10? Да, спасибо огромное. И вам спасибо. Не знаю, как вас зовут. Ну, тогда до завтра. До завтра. Ой! Ой, Евгений Иванович, спасибо вам большое. Не представляете, такая талантливая студентка. Но стеснительная. Это вам спасибо. Вы прекрасный метод придумали. Прямо такие шоковая терапия. А представьте, какой у неё будет шок, когда она вас на экзамене увидит и поймёт, что это вы и есть тот самый новый преподаватель. Ой, хорошо-то как. Она ему говорит. Извините, а вы чего смеетесь? Вы же анекдоты не слышали? Я не слышал. А рыба слышала. И клевать перестала мне. Только поклёвка накрылась. Тихо мне. Извините, пожалуйста. Слушай, а может быть, чего-нибудь выпьем? А то утром так прохладно. Конечно, у нас же шампанское есть. Ты чё охренел? Я тебе говорю, рыбу мне встугать. Что-то пыкает он мне сейчас. Извините, мы тихонечко. Я уже открыл. Да. Что открыл? Вы что спить будете, правильно? Стерпать будете мне так громко, что рыба вообще с ума сойдёт. Отложили бутылку. Лукашня тупая. Сумасшедший какой-то. Послушай, а ты что играешь на гитаре? Да, конечно. Ты не слышишь? Я так. Послушай. А не спеть ли мне песню? Не спеть! Заткнись, я тебе сейчас эту гитару, знаешь, куда засуну. У тебя потом две талии будет, понял меня? Я тебе говорю, рыбу распугашь. Ну, может быть, это и к лучшему. Можем перейти к самому интересному. Вау. Сразу? Прям так. А чего нам ждать? Не смотрят. А, никто не смотрит. Я вот что реально не понимаю. Ох ты, ни хрена себе, клюёт. Клюёт, клюёт. Клюёт, наканец-то. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Так. Карась, карась. Боже. А, б***ь. Чуть сам себя не поймал. Так. Хорошо, хорошо. Карась, карась. Давай, залазь. Давай, давай. Давай, ещё. О, ещё клюёт. Давай, наяривай, бужи. Давай. Опять сразу клюнула. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай. Отлично. 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 Какой ты красивый. Какой ты даже не думал, что такое возможно. Так, оп. Вот это. А, это вот так, а. Всё, что ли? Слышите, это. Из-за ваших охов, ахов рыба так клевать начала. Вы это, как бы, не останавливайтесь. Ага. Класс, снова пошла. Давай, давай, давай. Давай, иди сюда. Ух ты, не хренасе, козерода. Ах, ты карась извращенец. Ничего, завтра свою Машку на рыбалку возьму. Вообще сетку поставлю. Давай, давай, давай. Всё, есть. Слушай, у меня ещё никогда такого клёвого не было. Чуть удочку не сломал. Я, честно говоря, тоже чуть удочку не сломал. Понимаю. Ну, надо ещё. Нет, я уже не могу. Надо, надо. Ну, Женька, может, поможем человеку? Ага. Тем более я же не просто так. Я вам за это рыбы дам. Как говорится, и рыбку съесть, и, ну, понятно, да? А, рыбку я люблю. Рыбку? Рыбку. Подожди, подожди. Только вы не спешите. У меня ещё и червячок не готов. У меня тоже не готов. Подожди. О, 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 клювого сразу, клювого. Давай, 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 давай. А-а-а, а-а-а, дочь. Случилось ужасное. Ты нашёл себе работу? Мне настолько ужасно, а. Твою мать! Похитили! Как? В смысле похитили? Как? Вот. Записка. Нужно в полицию звонить. Звонил в полицию, это не они. Читай записку. Меня похитили. Мама, нужны деньги. Папа, это же твой почерк. Это они меня заставили написать. Потому что они безграмотные, отморозки. Бедная мать. Бедный отец. Богатая дочь. Понимаешь? Папа, а сколько они хотят? А сколько у тебя есть? Ну, все, что на мне. Пятьсот. Маловато. А сколько нужно? Ну что, ты не смотришь американские фильмы? Они требуют не меньше миллиона. Ну, это, конечно, Голливуд. По нашим меркам, это около тысячи. Да, сейчас. Вот все, что есть еще. Спасибо, родная. Нельзя терять ни минуты. Я спасу ее. Дочь моя. Мама. Моя девочка, моя девочка. Мамочка. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо. Со мной все хорошо. Только вот наш бедный папа. Что ты, папа? Наш папа, его помидели, как только он меня выкупил. Вот записка. Хотя бы записку переписали. О! Вы что делаете? Ищу приключения на свой коврик. Слышь ты, Аладдин, взял свой коврик и пошел вон отсюда. Да ладно, что ты начинаешь? Давай ложись, я тебе за ножки подержу. Ты иди себя за ручки подержи сам. Да ладно, что ты? Я же профессионал. Я знаю упражнения, которые работают на все группы мышц. Вот прям на все. Пошел вон отсюда, извращенец. Ладно. Занимайся сама. Мадам, а не хотите ли попрыгать на бруденшафт, а? Вы и я. Верхнись, 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 верхнись. Вот скажи, вот ты просто тупой или недогадливый? Да ладно, чего вы обижаетесь? Если я вдруг вам причинил какие-то неудобства, можете меня наказать. Девушка, ну я серьезно, я просто не знаю, правильно ли я на скакалке прыгаю? Хорошо, покажите, как вы прыгаете. Ну вот так. Пошел вон, козел. Да ладно, сильное дело. Ха. Девушка, а может вы позанимаетесь со мной на шаре? Я просто предлагаю вам парные занятия. Вы знаете, у меня для парных занятий есть подружка. Не вопрос, можно и с подружкой. Юлечка, можно тебя, пожалуйста? Юль, тут этот молодой человек хочет парные занятия. Да ладно, пойду так. Сам руки покачаю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Растяжка. Итак, поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодец, умничка. Ну и что ж, и крайнее упражнение у нас осталось на выживание. Поехали. Улыбаемся и машем. Ну вот видишь, Юлька, я же тебе говорила, что даже в спортзале можно устроить свою личную жизнь. Согласна. Этот какой-то слабенький попался. Завтра пойдем мастера спорта ловить. На живца. На какого живца? На очень красивого и тупенького. Ага. Пойдем мы лучше гамбургера пожрем, а то с вашим фитнесом я так жрать захотела. Пойдем. Все. Больше никакого спорта. Библиотека. Слыши, это. Здорово. Здрасте. Слыши, это. А ты фотосессии делаешь? На любой вкус. Семейные, свадебные, коллективные. Один раз даже на похороны заказывали. Вас какая интересует? У меня это. А, продажная. Что продаете? Ну, вот. Зимняя резина. Б.У. Но в хорошем состоянии. А, ну что ж, сделаем. Че, правда? Поверьте, со мной вы продадите что угодно. Я в этом деле профессионал. О, сейчас и продадим. Че делать? Оксаночка, работаем. Так, умничка. Умничка. А теперь представь, что ты львица, а это твоя жертва, и ты хочешь на нее напасть. Работаем. Молодец, умничка. А, да. Страсти, больше страсти. А теперь представь, что это твоя резина, только твоя, и ты никому ее не отдашь, она твоя. Молодец, молодец. Глубина в глазах, вижу, да, да. Умничка. Слышь, смотри, а мы сейчас точно резиновую продаем, или вот это самое? Не волнуйтесь, я благодаря Оксаночке весь свой хлам с балкона продал. Да ты шо? И советские лыжи, и банки с консервацией, и без. О, это дело. Да, тогда я сейчас за диваном и виде магнитофон возьму. Подождите, давайте сначала за эту фотосессию рассчитаемся. А, давай, сколько там? С вас 20 тысяч. Сколько? Ну, а что вы хотели? Аренда студии, свет, камера, модель, звезда. Да, какая модель студия? Это что, это самое? Да у меня колеса столько не стоят. Ну, давайте хотя бы гривен 500. А, ты умеешь оговаривать. О, на, держи, 300. Больше нет. Сработаемся. Все, я за диваном. Слушай, а это точно главный редактор журнала? Точно, да. Да? А когда выйдет обложка с моей фотографией? Понимаешь, у них там очередь на 5 лет вперед, пока все места заняты. Я же тебе говорил, пока надо на имидж поработать, потом имидж будет работать на тебя, да. Но ту рекламу, кстати, с ёршиком для унитаза я уже в двух местах видел. А-а-а! Я звезда! Класс! А где видел? На рынке. Место 455-456. Сразу за сельскохозяйственными товарами нальем. Круто! Пойду сделаю селфи. Близи популярная! Да. Девчули, красотули, привет! Давайте познакомимся. Мы не знакомимся. А что так сразу категорично? Мужчина, потому что нам неинтересно. Вы даже не представляете, от чего вы отказываетесь, реально. Представляем, поэтому и отказываемся. Зацените, какие у меня таланты. А-а-а! Видали? И это ещё не весь мой талант, как говорится. Да, талант не на лице. Ну так чё? Будем знакомиться? Так, знаете что? Мы, конечно, хотели по-хорошему, но будет по-плохому Александр. А как вы узнали, как меня зовут? Я же не представился. Вообще-то у вас на руке написано. А, о, блин, забываю. Это во-первых. Во-вторых, вы на пляже не в плавках, а в шортах. А это значит, что вам там нечего показывать. А ещё вы носите панамочку, потому что вы уже начинаете лысеть. У вас след от обручального кольца, который вы сняли. Да. А ещё вы за последние полчаса подходили как минимум к 15 девушкам. Интересно, что на это скажет ваша жена? А, я понял. Всё нормально. Можно один вопросик? А как вы до этого всего допёрли? Это наши маленькие женские секреты. А, понял. Ну давайте. Секретничайте. Ну что, я экзамен сдала? Молодец, сержант Глушенко. Дедуктивный метод у вас прекрасен. Так, дальше второй. Второй вопрос. А как поймать извращенца? А идёмте-ка в парк. Потому как здесь на пляже извращенцев слишком много. Ну, вначале по бокальчику пивка. Ну, вы мне совсем бабыли. Доченька, здравствуй. Здравствуй, доченька. Денег нет. А нам деньги не нужны, доченька. Ой, мама, я тебя умоляю. За последние два года вы только для этого и приходили ко мне. Ты как с матерью разговариваешь. Ладно, мама, извини, я не хотела. Между прочим, мы тебе принесли вот это. А ты? Откуда они у вас? Вы же никогда в жизни не работали. Вы только у меня забираете деньги. Давай не будем. Мы с папой эти деньги накопили. Если бы не мы, ты бы потратила их на всякую ерунду. Да. Папа, мама, спасибо вам большое. Теперь я смогу бросить эту работу и пойти учиться в университет. Боже упаси. Мы копили эти деньги, чтобы ты сделала себе нормальные сиськи. Что сделал? Ну, нужно сделать что-то новенькое, потому что уже перед людьми, ну, как-то неудобно. Подождите, я хочу себе высшее образование. Ну, на кой тебе это высшее образование? Ну, вот получишь ты это диплом. И что? Куда ты его? На полку положишь? Да. Или шкаф подопрёшь? А они, они всегда с тобой. А там, где они, там и скидки, там и угощения, там и наливают, и место уступают. Я бы сказал, это один большой плюс. Даже два больших плюса. Вы дураки, вы бы лучше квартиру купили. Понимаешь, рынок недвижимости на сегодняшний день очень нестабилен. А вот рынок сисек стабилен всегда. Знаете что? Ничего я делать не буду. Сами себе делать из сиськи. Ничего не буду менять. Доченька, а деньги куда? В жопу. Нет, ну, можно, конечно, и туда. Но сначала я бы всё-таки сделал сиськи. Она взрослая, сама что решит? Девушка! Девушка! А? 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 Боже мой, какой он хорошенький, какой он маленький! Ничего, он вырастет ещё. Да. Нравится? Да, но только он мне не нужен. Может, подумаете? А знаете, хотя моя подруга хотела. А можно я сфоткаю? Конечно, фоткать. Давайте. Добрый вечер. Здравствуйте. У вас всё в порядке? Да? Да, всё хорошо. Хорошо. Спасибо вам, девушка. Скажите, а вообще это законно? Ну, не совсем. Но подруга говорит, что на улице лучше не брать. Так же дешевле. Это не подделка? Ну, как подделка? Нет, конечно, не подделка. Ну, хотите, можете пощупать. Что, прям здесь? Ну, давайте вон за детскую площадку отойдём. Да нет, давайте здесь. Блин, какой он мягенький глаз. Ну, вот так. Да. Ой, даже не знаю, хочется и колется. А скажите, а у него есть документы? Ну, какие документы? Он маленький ещё совсем. Ну, а прививки? Да куда тут прививку делать-то, ну? Ну, ладно, давайте. Извроженец, на тебе, на тебе. Бабушка, на тебе. Что его извроженцы посели тут, стоит он, хозяйство своё показывает, а ты, проститутка, стоишь у всех на глазах, щупаешь его. Тут, а тут дети гуляют. Дети. Спокойно, я котёнка продаю. Ага. Своего котёнка для её киски? Да бабушка! Мы вообще-то про котёнка говорили. А кто из нас ещё из врачейницы-то подумать нужно? Ой. Ой, простите, деточки. Я это подумала. Другое, простите. Здесь вращенка старая. Просто у меня котёнка давно не было. Так, втирать плавными движениями по часовой стрелке. Это шо? Шо это за мазь? От растяжений, что ли? А, от геморроя! Ага, понятно. Надо будет мужу взять. Интересно, по часовой это как? Для меня? Или для него? Здравствуйте. Добрый день. Чем я могу помочь? Вы знаете, у меня такая несколько деликатная ситуация. Ой, молчите, мужчина. Я всё поняла. Пожалуйста. Да. Презервативы? Ну, конечно. Нет. Нет. А, а шо ж тогда у вас? Всё, всё, молчите, молчите. Я профессионал. Спасибо огромное. Пожалуйста. Средство диареи? Ну да. Ну нет. Ну вы сказали, там, деликатная ситуация. А когда такая деликатная ситуация, а-а-а, всё понятно. У вас и то, и другое. Как говорится, и салюты, и фонтан. Понимаете, у меня просто вот там есть сложности. Там? Это шо, спина? Ниже. Ниже. А, поясница. Ещё ниже. Копчик? Да нет, ну. Бёдра. Чего проскакиваете? Выше. А-а-а! Не а, а ж. 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 Всё, всё, поняла? Смотрите, есть новая мазь от геморроя. Вы берёте и по часовой стрелочке вот так мажете. Понимаете, не в этом моя проблема. Ну скажите тогда нормально своим собственным языком. Я вам не МРТ, а шоб сканировать ваше тело. Откуда, я знаю, шо там у вас где капает, где боли? Ну что, плохой мальчик, ты ещё долго? А то твоя госпожа устала уже. Ждать! А, это и есть причина вашей боли? Точно. Это ваша жена? Нет, вы что, мы не женаты, но планируем. А пока, вот так сказать, экспериментируем в постели. Ясно. Тогда я знаю, шо вам надо. Мазь от синяков и грелка для вашей точки Ж. С вас двести. Ой-ой-ой. Пойдём, мой хороший. Всего наилучшего. До свидания. Приходите. Ага. Экспериментируют они. Вот женитесь вначале и поймёте какой-то геморрой. Кстати, надо мужу средства не забыть. Так, по часовой этаж. Какую сторону? В эту или... Матрарин. Вот. Фу. Папа, что уже случилось? Доченька, большое горе произошло, знаешь. Папочка сказал, я не могу сидеть на шее у нашей дочери. Я хочу работать. Пошёл на встройку и упал. И говорит, я хочу увидеть свою дочь в последний раз. Привези меня в ночной клуб. Вот я и привезла. Папа, ты же последний раз работал, когда у меня был первый день зарплаты. Возьмите, да, на лекарство. Спасибо, доченька. Мы купим на это всё. Подорожник приложим, всё затянет. На, возьми ещё. Мне надо идти работать, помогать дочери. Папа, я тебя прошу, пожалуйста. Пообещай мне, что ты больше никогда не будешь работать. Обещаю. Доченька, папа не просто упал, он упал на Порш Каен. Папа, а ты не мог на Жигули упасть? Как он? Вот вам. Ещё денег. Спасибо. Мне пора идти работать. Береги себя, папа. Выздоравливай. Удачи тебе. Ну и долго мы будем этим заниматься? Каждый раз, когда тебе нужно будет идти в баню с мужиками. А мне нужна будет новая шуба. Слышь, ну ты сравнила баня, пиво и шуба. Слышь, давай ты в следующий раз будешь сидеть в этом кресле. Я сейчас кому-то что-то сломаю, а ты всю жизнь будешь сидеть в этом кресле. Ты меня понял или нет? Береги, ну чё ты не читаешь? Береги, номерок! Чё ты меня же прикалываешь? То есть, с ваших слов, на вас напал сексуальный маньяк? Очень. Очень сексуальный. Ага, понимаю. Так, здесь написано, Высокий блондин с небесно-голубыми глазами, белоснежной улыбкой, сильными руками и накачанным загорелым торсом. Да. Да. Он, когда на меня напал, он вот так плащ распахнул, и я так ахнула прямо так. Вот, мурашки по всему телу. Вы чуть дальше руки, пожалуйста, чтобы тут нас редко дезинфицировать. Вы слушайте, я понимаю, что вы пережили стресс, но, может быть, вы что-то можете вспомнить о нападавшем? Да. Вот такой. Да, судя по всему, вы сильный стресс пережили. Но, послушайте, может быть, вы немного преувеличиваете? Ну, вообще-то там была тима, но мне показалось, что... Ага. Я понял. Я понял. Ну что, могу сказать? Будем искать вашего маньяка. Моего. Да. Ключевое слово. Моего. Вы так всем и передайте, что я его первая нашла. И что он мой. Да, 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 да. Спасибо вам огромное. Побольше бы нам таких вот сознательных граждан. А вы, когда его найдете, вы мне сразу позвоните, ладно? Хорошо? Я буду ждать. Да, мы позвоним вам. Вы меня вызывали? Вызывали. Ну что, смотрите. Ваш маньяк. А-а-а! Да! Он! Это она! Он! Это она! Узнал! А как же не узнать? Это она на меня напала? Вначале пыталась плать снять, потом штаны. Слава богу, что я сбежала. А, ну подождите. Гражданка утверждает, что это именно вы на нее напали. Да какая разница, кто на кого напал? Главное, что вы его нашли. Давайте выпускать его. Хорошо, что я в камере узнаю. Понимаете, если по факту вы на гражданку не нападали, значит, я просто обязан вас сейчас выпустить, потому что оснований для задержания нет. Нет, нет, нет. Не, 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 не упускайте меня. Нельзя. Я готов сознаться. Я маньяк, я пристава, мое место здесь, в тюрьме. Ну, все, тогда как бы вынужден остаться там. Тогда и я осознаюсь. Это же маньячка. О, верю. Ну что ж, интересный поворот получается у нас. Ну, тогда давайте. Ну, что, что, не надо меня бояться, в камеру. Вы же маньячка. Вот, да, давайте. Вот, заходите. Вот, все. Ну, вы тут пока посидите, а я пойду возьму бланки протоколов. Не скучайте. Как хорошо, что он нас оставил наедине. Ой, дадим с тобой маньяческую семью. Давай, не сивайся. О, как же у нас здесь жарко. О, мой хороший. Зайка, сколько ты хочешь взять? Десять? Да, десять. Зайка. Значит, десять. Подпиши. А я тебе покажу свои проценты. Сейчас. Я готова. Зато он не готов. Я мама этого извращенца. А вы, девушка, спрячете свои дебиты с кредитами. Мама. Что мама? Я тебя послала оплатить коммуналку. А тебя развели как лоха. Иди домой. Да я сам хотел. А вы, милочка, позовите-ка своего главного. Да, сейчас. Здравствуйте. У вас какие-то проблемы? Да, есть. Одинокая я с мужем развелась. Я вам помогу. Просто подпишите вот здесь. Да, конечно. О, какая сексуальная порта есть. О, боже, вы опять здесь. Я не понимаю, что больше нечем заняться, как ходить ко мне на работу. Дочка, нам нужно с тобой серьезно поговорить. Да. Мы узнали, что ты встречаешься с молодым человеком. Откуда вы знаете? Знаем. Знаем. Подождите, вы что, за мной следите? Почему сразу следим? Просто наблюдаем на расстоянии. И вообще-то мы волнуемся за тебя. Вы волнуетесь не за меня, а за мои деньги. Но мы все-таки твои родители. А я думала, рабовладельцы. Ты как с матерью разговариваешь? Вообще не об этом сейчас разговор. Рано тебе еще с ним встречаться. Ты должна повзрослеть. Ты должна встать на ноги, в конце концов. Мама, мне 28 лет. Не кричи на мать. Я тебе говорю, он слишком много забирает твоего времени. Ты его могла бы потратить на что-то полезное. Например, на стриптиз. Ну, разве что он банкир, да? Ну, или стриптизер. Или родители банкиры у него. Или родители у него стриптизер. Банкиры лучше. Он обычный таксист. Что? Таксист? Ну, таксист это неплохо. Он будет нас к ней бесплатно возить. Пожалуйста. Когда свадьба? Что ты цыкаешь? Между прочим, на свадьбу нужно деньги еще собрать. А ты их растрынькаешь, как обычно. Так, знаете что? Если будете меня доставать, я попрошу, чтобы он меня украл и увез куда подальше. Ты как разговариваешь? Что значит украл? Таксист. Надо будет ему шины пробить и лобовуху разбить. Может, ему денег дать, чтобы она отстала у девочки? Да сейчас. Дешевле будет шины прокрой. Надя. О, и магнитон. На троих. Прекратите выруку лесов! Прекратите выруку лесов! О, прекратите какие тети! Долой вандалов! Долой вандалов! Кого вандамов? Жаннов Клодов? Вандалов! Прекратите вырубку лесов! Так я не вырубливаю, я за ними ухаживаю. В смысле, вы не вырубаете сейчас лес? Нет. Блин, я же тебе говорила, что это садовник, а ты вандал-вандал. Зря только тети показали. Подождите, я вандал. Я тот еще вандал. Продолжайте протест! Без вас протест захлебнется! Да что же вы... Долой права женщин! Женщины не должны иметь прав! Патриархат! 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 Эй, ты, козел! Чего кричишь? Я вот... Долой права женщин! Что, это вас возмущает? Да? Ну, давайте, протестуйте! Показывайте свои прелести... Протесты! Ах, вот так вот. Сейчас мы тебе какие прелести покажем? Ах, ты извращенец! Ну, немножко совсем... Сейчас мы тебя вот это вот все отобьем. Вот, подожди, так как же прелести? Да? Да вы чего делаете? Да, прелести! Здравствуйте. Привет, красавчик. Что? Вы это мне? Ну, тебе? Тебе что ты хочешь? Девушка, с вами все в порядке? Конечно, с ума все в порядке. А вот ты, вот ты какой-то зажатый и скованный. Вот это да. Вот это обо мне. Вот это вы правильно. Мне бы, знаете, что... Вам бы, наверное, презервативы XXL. Ой, нет, нет. Вы что-то, вы что-то преподали. Нет, ну, нет, нет. А ну что нет? По тебе же сразу видно, что ты зверь. Я, простите? Да. Я? Да. Зверь. Ну, вы, кажется, ошиблись. Да, да, да. Это очень большая ошибка, что мы не встретились с тобой раньше. Со мной? Да. Извините, пожалуйста, вот рецепт. Мне бы... Боже мой! О, о, о. А, какая у вас нежная рука! У меня нежная? Это, это, это обычная рука. Смотри, здесь кошка поцарапала. Может, воды? Да! Воды? Вода, вода! Что тут происходит? А, если девушке плохо... Что такое, Яна? А же посмотри, какой ты... Ты про кого? Про этого? Ботаника? Какой же он сексуальный. Кто вот это? Вот, видите, вот, это я такое... Так. Я чмо на самом деле. Что ты сегодня принимала? Витаминки. Какие еще витаминки? Ага, те... В этой баночке. Ты что? А сколько ты выпила? Две... Больше! Больше одной за сутки нельзя! Это очень мощный афродизиак! Ты сейчас всех... Иди... Соберись! Мужчина, чего вам? А? Вот это ваш рецепт, да? А ну, влезь отсюда! Я прошу прощения! Извините, пожалуйста, а можно мне вот эти афродизиак... Афродизиак? Афродизиак держишь? Можно, конечно, но они дорогие. 500 гривен на одна баночка. Ого, не можно... Держите. Я беру. Так, а рецепт? А? Что? А... Ты просто выкиньте. Извините. Ну, все же, как хотите. Что, повелся? Ну, кто б не повелся на такую красоту. О-о-о! Я б нет. Так, сколько у нас этих просроченных баночек этих афродизиака? Еще три штуки. Хорошо. Собери. Дедушка идет. Здравствуйте. Привет. Че хотела? Хотела узнать, сколько стоят ваши услуги. У нас сегодня акция. Сексуальным девушкам тату бесплатно. Класс! А в каком месте вы мне порекомендуете тату? На груди. На обоих. Солнышко над холмами будет идеально. Супер. Мне нравится. Ну, если нравится, можем продолжить. Например, на пояснице. Или где-то пониже. На попе? И что, абсолютно бесплатно? Не совсем. Поцелуи для начала сойдет. Я согласна. Мама! Иди сюда, я все узнала. Молодой человек сделает тебе татуировку на груди, на пояснице и везде, где захочешь. Правда? Да. А сколько он возьмет? Да бесплатно. Просто поцелуешь его пару раз и все. О, так я уже готова выдать аванс. Ну, это акция только для сексуальных девушек. Мальчик мой, я сама сексуальность. Здравствуй, дочка. Здравствуй. Что это такое? А ты присаживайся, сейчас все узнаешь. Начнем презентацию. Мы тут с Михалычем походили в ваш стрип-клуб и провели некоторую аналитику. Взглянув на аналитическую таблицу, сразу становится понятно, что заработная плата прямо порпорционально зависит от размера груди. Анжела. Ее размер груди составляет цифру 4. Соответственно, заработная плата 2700 в день. О, ну, откуда ты знаешь? Что значит, откуда знаю? Мы с Михалычем сами эти деньги туда и засунули. Что? Это для аналитики. Так вот, наука говорит, что увеличив грудь хотя бы на один размер, мы получаем прирост прибыли 37%. Огромные деньги. Папа, мне денег хватает, а я ничего не буду увеличивать. Нет. Вот жалко, нельзя тебе мамину грудь пересадить. Столько материала зря пропадает. Пап. Продолжим презентацию. Вероника. Ее большая попа дает ей зарплату в день 2323 гривны. Вы тоже ей положили, что ли? Это не я, это Михалыч, это он любитель всего этого большого. Так вот, мы пришли к выводу, что если увеличить тебе попу, то это даст прирост еще в 15%. Папа, а давай тебе мозг увеличим, а? Не груби, отцу. Я сказала нет и все. Хорошо. Давай 500 долларов. За что это? Что значит за что? За маркетинговое исследование? Это еще со скидкой. Хорошо. Я дам вам тысячу. Давай. Я дам вам тысячу, но только если получу результаты исследования, как избавиться от родителей дармоядов? С удовольствием подготовлю доклад на следующую нашу с вами встречу. Ну все, мне пора работать. Спасибо за внимание. Все-таки права наша дочь. Надо тебе мозг увеличить. Так, расскажите с самого начала, как все было. Давайте. Значит, я с утра проснулась, потом зашла в кафешку, попила кофе, потом зашла, сделала маникюрчик, зашла в магазинчик, купила синюю юбку и красную кофточку. Ай, сарафанчик. Кстати, как вам сарафанчик? Вы знаете, не с этого начала. Начните с момента, как на вас напали, да? Ой, ну я не особо помню. То есть вы не помните то, что было 30 минут назад, но помните, как утром покупали красную юбку? Синюю, а вы невнимательный. Так, как выглядел преступник? Ну я не... Ну я помню частично. Хорошо. Тогда есть идея. Идемте за мной. Вот туда. Ну, ну как такой? Нет, ну чуть поменьше. А волос побольше? Ну? Реально он! Очень похож! Спасибо вам большое. Я сейчас пойду это отксерю и развешу по всему парку. Бо вас, бо вас. Класс! Вау, так похож! Ну что, получилось? А, конечно! Вот, пожалуйста. Стойте! Это что? Как что? Я же вам сказала, что я запомнила частично. Он ко мне подошел, распахнул свой плащ. И вот это вот я и запомнила. Вы что, это развесили по всему парку? Правда я умничка? Вижу, дети! А, наверное, кто-то увидел этого извращенца. Или вот этот портрет, блин. Чего кричать, он же такой маленький. На троих. На тебе в головешку. Всех с одного выстрела, а? Ну почему перетестацию нельзя сдать по вот этим результатам? Дюрократ. Помогите, пожалуйста, помогите! У меня свадьба! Если вы по поводу постановочной драки, то мы этим уже не занимаемся. Нет, нет, тут другое. А, если не хотите платить за ресторан, то спецназ уже на другом заказе. Раньше надо было. Нет, нет, у меня все гораздо серьезнее. А, серьезнее. Бывший приехал на свадьбу. А ты сам ничего сделать не можешь. Ну, могу помочь, но за отдельную плату. Нет, нет, нет. Вы можете меня в камеру посадить. Ого. Одного или с невестой? Одного. Вот, держите. Дней на десять. Да, пожалуйста, если прям так. Проходите. Пароль от Wi-Fi нужен? Да, нужен. Плюс 200 гривен. Пожалуйста. Так. Пишите английскими буквами. Плюс 200 гривен. Без проблем. Привет, мой любимый. Вот ты где. Вот это тебя, парень, угораздило. Что вы с ним сделали, козел рогатый? Да нет, 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 ничего они со мной не сделали. Это я сам. Я сам с повинной пришел. Сам с повинной? Я не хотел тебя обманывать с самого начала, понимаешь? Я, я очень заядлый преступник. Да? Да, 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 да. За эти все его злодеяния ему придется отсидеть десять дней. Ну, а потом его в карцер посадят, преступника такого. Это так прекрасно. Что ты присылал с повинной? Сам? О, семейную жизнь нужно начать с чистого листа. Ты молодец. Я тебя доздусь. Гражданочка, вообще-то здесь находиться нельзя. Здесь следствие идет серьезное. Будьте добры. Поросяльный поцелуй на просянье. Какой скромный. Это так прекрасно. Ёлки-палки. Ты что, до свадьбы слепой был? Да нет, мы по интернету познакомились. Я вообще гулять так не хожу. В барах не знакомлюсь. А тут такая красавица. Я видел. Да нет, она в интернете фотографию какой-то актрисы выложила. Это я потом уже понял. В ЗАГС-то вот это пришло. Да, все беды от этого интернета. Все, сазайте меня в карцер вместе с ним. Когда? За что? А я вас, его охранника. Что, убила? Нет, изнасиловала. Лучше бы убила. Так что я теперь не невинная, а винная. С повинной. Любовь моя. Нет, 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 нет. Да, 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 да. Пускайся, Зая. Сядь. 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 Что, что, что я делаю? Она же так просто не угомонится. Видимо, это любовь. Пускайся. Я без тебя жить не могу. Слушай, жених. А ты уже ресторан оплатил? Оплатил. Дубок. А как называешь? Дубок. Дубок называется. Дубок. Пускайся. Вот оно. Петренко. Да. Значит, бросай все дела и давай в дубок. Что, значит, какой повод? У меня, у меня друг женится. Давай. У нас и семейная лоза. Помогите. Помогите. А, точно, помочь же надо. Горька. 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 Хельга зашла в комнату. На ней было только нижнее белье. Майкл набросился на нее. Сзади, своими мохнатыми руками, он взял ее за торпеды. О, боже. Как же это интересно. Счастливая. Хотя, зачем она ему? Взял бы лучшую учительку. Софья Николаевна. Да. А я вас как раз ищу. А я тут как раз тетрадки проверяю. Вот. Ага. Учительница по вызову. Ну, ну. Это классика. Да. А чего это вы меня искали? А вот, пожалуйста. Полюбуйтесь. Ага. Я хочу тебя... Александр Константинович. Ну, что же вы так сразу? Может, для начала сходим куда-нибудь? Чаю попьем? Нет, вы не так... Понимаете все. Это я не вам писал. Точнее, вообще, это не я писал. Понимаете? Очень жаль. Так, а кто, если это не вы? Это мой ученик. Антон Симонов писал. Ваши ученицы, Марии Кравченко. Вот. Пожалуйста. Да. 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 Ясно. Ну, что ж, спасибо. Я поговорю с ними. Разберитесь, пожалуйста. Разберитесь. Да. Александр Константинович. Да. А, простите, а она что-то ему ответила? Естественно. Только зачем это вам? Просто, чтобы потом рассказать родителям. Я же и не для себя, и не для того, чтобы прочитать любовную переписку детей. И что вы, я абсолютно... Пожалуйста. Ого, и это пишут дети. Да. А что это красными тут исправлено? А, это моя профессиональная привычка. Я сразу ошибочки. Понятно. А что он ей ответил? Потом. Ну вот, это даже и мне стало интересным. Пожалуйста, вот, почитайте. Ты, я и... Ага. Вот мне непонятно, это как вообще? Я не для себя, это просто в целях общего развития. Понимаете? Понимаете, тут как бы получается, он... Она... Ага, и... И она... Понимаете, какая... Он, она и она... Задача. Это интересно. Так. Это просто какое-то... Это воспутительно. Это не дети, это какие-то извращенческие переростки. Вот как я им сейчас буду преподавать пестики и тычинку? Ну вот как? Так. Я прошу прощения, я вам не помешала? Нет, нет, нет. Что вы, что вы... Вот, Яна Викторовна, вот. Что там, что там, господи, что же? Он, она и... Она? Вот. Да. Ну, я как бы не против, просто нужно договориться с учителем на замену. Ирина Викторовна, вы все не так поняли. А, не, не, подождите. Вы все так поняли, как надо. Александр Константинович. Что? Ну, это как, в целях, так сказать, получения нового опыта. В целях эксперимента. Знаете что, Александр Константинович? А идите вы вот сюда. Вот что? Тогда знаете что? Вот, на чем я вас вертел. Ага. Что? Да. Тогда знаете что? Что? Я ваши вот эти оторву и выброшу. Что? Скажите, пожалуйста, можно я хотя бы одним глазком посмотрю на вашу переписку? Секундочку. Секундочку. Вот так вот. Что? И вот так вот будет. Вот так, стоя, вот что я с вами сделаю. Два раза. Понятно? Что? Скажите, пожалуйста, так мне искать учителя на замену? Ищите! В смысле... Так, секунду, да. Дамы, тихо, нам надо выдохнуть. Так, послушайте, смотрите, если никто не против, и я... Ну, получается, что да. Тоже не против. Может, пойдем тогда ко мне в подсобку? Что же мы время-то терять будем? Давайте прямо здесь, на этом столе. А да... Как говорится, вперед, дамы, к новым открытиям. Матрарин. Здравствуй, доча. Здравствуй, доченька, здравствуй. Родители, у меня есть для вас очень хорошая новость. Неужели всех стриптизерш уволили, а тебя оставили работать одной в этом клубе? Нет, я лечу в Турцию. Как, как в Турцию? А работать? Мне дали отпуск, я буду жить в гостинице, пятизвездочной, вон, экллюзив, море, солнце, пляж. Вы рады за меня? Вот уже не думала Коля, что мы воспитаем эгоистку. Мы за нее ночей не спали, а она вот как с нами поступает. Да, ей лишь бы отдыхать. Мама, вообще-то я четыре года работала без отпуска. Ты посмотри, какая она мелочная. Даже годы посчитала. Хорошо, пап. Мам, у меня есть еще одна путевка. Может быть, кто-нибудь из вас хочет поехать, а? Доча, а помнишь, как папа научил тебя играть на гитаре? Научил. Поставил в переходе, заставил играть на гитаре, а деньги забирал себе. Это плата за обучение. А мама к тебе души не чаяла, все для тебя делала, даже тебя стригла. А волосы потом продавала? Да, потому что короткие стрижки были тогда в моде. А, короткие, но не на лысо. Вы для меня очень дороги, и я вас одинаково люблю. Любишь, да? И вот так вот с нами поступаешь. Хорошо. Вы хотите, чтобы я эти билеты так просто выбросила? Нет, нет, зачем? Просто возьми и отправь в Турцию нас с мамой. Вот и все. А я? Ну, а ты? А ты за эти две недели сделаешь ремонт в доме. Ты все? Нет, слушай, если уж мы летим в Турцию, может, ты подкинешь деньжат на экскурсии? Папа, у меня будет, давайте, валите. Михаля, вы это поняли? Молодой человек, вы утверждаете, что какие-то люди сняли с вас всю одежду, да? Да. А вы просили помочь людей? Да. Как просили? Вот так. Так, мужчина, пожалуйста, закройтесь. Как они его еще не побили. Побили? Вот синяк, смотрите. А ну-ка, убрал эту штуку. Иначе я запишу, что ты направлял на нас оружие. Короче, оформляй-ка ему мелкое хулиганство. И все. Какое оно мелкое, смотрите. А я его просто спрятал свою эту... ...срамоту. Может, ему чем-то помочь, а? Ну, есть у меня одна идея, конечно. Ну все, молодой человек, можете идти. Можно идти? И что, можно всем показывать? Всем-всем показывать. Девушка! Девушка! Курить запрещено! Ну! Мамуля! Мамуля! А ну, проще я лезу, что сзади не видишь! Ну! Ты знаешь, для чего это? Даже представить боюсь. О! Видал? Лучше это делать вручную. Оба! Ты посмотри! А это что? Прям целочка. Как новая копейка. Вот никогда этот взгляд ни с чем не перепутаю. Вот сразу видно. Только взял. Да, интересно, долго он на нее собирал? О, персонаж. Ой, прости, прости, лапушка. Посмотри, как он над ней порхает. Ага. Как шершень над розой. А, пулечка моя. Мужчина! А? Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас? А, вы знаете, машина новая. Ну, это видно. Я на нее копил очень долго. Ну, вы не представляете сколько. Очень долго. И вот ездили мы с ней, ездили. Ездили. И, 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 и вот пришло время первого ТО. А-а-а. Ну, то есть, я в первый раз позволю, чтобы другой мужчина к ней прикоснулся. А-а-а. Знаете, я долго отказывался от этого, но я понимаю, что это необходимость. Вы приехали в правильное место. Расслабьтесь и созерцать. Аккуратно. Да не волнуйтесь вы, работают профессионалы. Осторожней только. Так оно дерни. А что тут заклинило? А я открою, сейчас осторожней. Да не суетись, сейчас мы откроем сами. Куда ты отклинишь? Ну, убери свои быстро, что ли? Патло, патло. Что ты делаешь? Куда ты своими кромками этими? Вот это с того или гестапо? Да спокойно. Если вы так переживаете за свою машину, то... Сами вон, едет его и делайте. А мы пойдем кофе попьем. Ну и сделаем. Так, ну что? Где тут наш мастер? Придавило, что ли? Мужик застрял. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас поможем. Давай, 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 давай. Держись, брат. Давай, давай, давай. Давай, братишка. Ты что туда полез? Все нормально? Это было лучше. КТО в моей жизни. Чего? О, я, я полез под нее, чтобы посмотреть, что у нее под капотом. А она как потечет. Я как завелся. Спустились с тормозов и... Понятно. Забирай свою тарантачку и вались отсюда. Сколько я вам должен? Ни сколько, достаточно будет, чтобы ты сюда больше не приезжал вообще. А можно это повторить через десять тысяч километров. Проваливай, извращенец. Давай, давай. Не любите вы машины. Как вам не стыдно? Докатились. Софья Николаевна, неужели ради этого вы шли в педагогику? А вы, Альберт Михайлович, как вы докатились? Мне просто надоели эти горшки, яблоки и арбузы. Я учитель изобразительного искусства, а не рыночной мазни. Вы учитель вульгарности и пошлости. А что здесь такого страшного объяснить? Действительно, Альберт Михайлович попросил, а я согласилась. Боже мой, как вы просто об этом говорите. Попросил, согласилась, как будто бы каждый день вас об этом кто-то просит. Ну, это просто обычная педагогическая солидарность. Действительно. Это обычная педагогическая беспринципность. Я, конечно, не ханжа, но такое. Ну, подождите. Наши дети должны развиваться, узнавать что-то новое. Дети? А при чем здесь дети? Ну, как же, все это мы делаем ради детей. Ну, конечно, если вы, пардон, не предохранялись, то дети у вас будут. Да. При чем здесь это? Вы что? Дети, я имел в виду, что дети должны смотреть на это и получать что-то новое, понимаете? То есть вы это делали при детях? Ну, конечно. Дети должны узнать, что такое настоящее искусство. Да. То есть вы называете всю эту пошлость искусством? Позвольте. Рисование с натуры – это древнейшее проявление изобразительного искусства. Да, и я согласилась быть натурщицей. А литературу вы тоже будете вести голый и классный час. И последний звонок! Прекратите! 11-й Б с таким удовольствием рисовал эти прекрасные формы. Да. Эти развивающиеся на ветру волосы. Эту лебяжью тонкую шейку. Спасибо вам, Альберт Михайлович. Вы такой мастер. А ваша кисть, ваша кисть, она, она... Прекратите! Мастер, говорите, кисть. Это, конечно, громко сказано, но мне очень лестно, что именно Софья Николаевна согласилась на этот эксперимент. Если честно, я и мечтать не мог раньше об этом. Да что вы заладили, Софья Николаевна. Софья Николаевна, как будто в школе других женщин нет, готовых на все ради искусства. Я... Ну, позвольте, кто еще согласится на такое? Скажите, Альберт Михайлович, а вам знакомы полотна Рубенса? Знакомы, естественно. Каждый художник восхищается этим гением, но... Никаких «но». Я уверена, что следующий урок вам очень понравится. Идемте ко мне в кабинет. Я надеюсь, ваша кисть при вас. А как же я? А вы, Софья Николаевна, пойдете к нашему трудовику, дяде Мите, натурщицей, и с вашей натуры получатся шикарные носки. Идемте. Софья! Альберт! Софья! Альберт! Софья! Я еще раз повторяю, ничего запрещенного у меня нет. Что вы ко мне пристали? Работа у нас такая. Мало ли, что вы везете из своего этого Сан-Франциско. Опа! А это у нас что? Предмет старины? Нет, не предмет старины. Это мой кубок. Кубок? А за что? Чемпионат мира по стриптизу. Слышал? Стриптиз у нас теперь спорт. А я, получается, болельщик со стажем. Я вам серьезно говорила, это мой кубок за второе место. Ну, вы не расстраивайтесь. Главное не победа, а участие. Участие в контрабандных перевозках. Не верите мне, да? Ну, хорошо. Снимать нельзя. Ты лучшая. Этот кубок твой. А, не-не-не. 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 Вот. Держи. Франция, 17 век. Пофиг, Сан-Франциско, ты для нас лучшая. Ты чего? Он же в розыске. Скажем, не нашли. Спасибо, ребята. У вас-то и чаевые получше. Ну, все. Всего вам хорошего. Один. Один. Ну что, зайдем следующий. Подожди, да, от этой ки. Надо попырить. Пырить. Хороший мой, а вас предупредили о стоимости операции? Да. В регистратуре сказали тысячу долларов. Вот регистратура. Хапуги. На месте, конечно, будет дешевле. Девятьсот девяносто. Хорошо. Ну, а плачу я только после операции. Почему это? Вы обижаете нас этим недоверием. Лучше я потом перед вами извинюсь, чем буду каждую ночь являться во сне. Ну, откуда этот нездоровый пессимизм? Это здоровый реализм и знания, полученные от друзей, которые уже сталкивались со всеми прелестями современной медицины. В нашей клинике только квалифицированные врачи работают с красным дипломом. Я знаю. Я это сразу проверил, как только к вам пришел. Я потер ваши дипломы ацетоном. Да, краска не слезла, как у врачей из прошлой клиники. Но вот в вашем оборудовании я сомневаюсь. Голубчик, оборудование у нас иностранное. Угу. Бэушное. Прошлый век. И вот умеете ли вы им пользоваться, это тоже вопрос. Так что так. Я оплачу после операции. И точка. Ладно. Хорошо. Пойдем вам навстречу. Сестричка, давайте физраствор. Такс. Этикс. 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 А, так. Просто скажите, что у нас поломался кардиомонитор. Мы его теряли. И это неудивительно. Во-первых, это не физраствор. А во-вторых, эта гадость просрочена. Насколько? Пять лет было вам, когда срок годности этого препарата закончился. Наверное, его вместе с этим аппаратом привезли. Вы не разглагольствуйте. Колите адреналин. Так знаете что? А где я вам его возьму? После принятия реформ адреналин можно теперь получить только отправить заявку. Если они ее подпишут, тогда ее если подпишут, тогда пришлют адреналина. Я понял, я понял, я понял. Дефибриллятор. Разряд. Да ладно. Да ладно. Ну, просто понимаете, у нас пару раз шкура глухла, и мы ее так подкуривали. Видно, сгорело. И что делать? Ну, есть один вариант. Не знаю, как сработает. Ну, давайте этот ваш вариант. Сейчас все будет хорошо. Сейчас все будет хорошо. Петричка, больше энергии, больше напряжения. Вы посмотрите, там у него появился пульс. Просто у него есть. Он почти очухался сразу, как только вы начали танцевать. Так а что я продолжаю танцевать? Не останавливайтесь. Надо держать пациента в тонусе. Ну, слушайте, мы же ему там аппендицит вырезаем, а не обрезание делаем. Ну, именно в общее состояние. Вы, в общем, танцуете. Ага, ага, ага. А я буду делать операцию. Вы смотрите, что там режете, а то отрежете не то, что надо. Он нам не заплатит. Заплатит. Он когда окончательно очухается, вы еще перед ним потанцуете. Он вообще двойной тариф заплатит. Все-таки надо в следующий раз смотреть на эти баночки с лекарствами. Тогда пенсии придется делать. Все. Написал. Вы можете объяснить, зачем вы меня задержали? Слушай, ну, дело на самом деле пустяковое. Ты у нас профессиональный стриптизер, правильно? Мы не полицейские же, правильно? Ну, не вижу я особой разницы. Денег много получаешь? Достаточно. Ну, во всяком случае, больше, чем полицейские. А налоги ты платишь? Нет. Налоговая мне в трусы не заглядывает. Вот. А ты знаешь, что оказать и светит? В общем, так. Сегодня у тебя будет обязательная отработка. Что надо делать? Да почти ничего. Просто сидеть, отдакивать. Когда я буду твою объяснительную полковнику читать? Все, это он. Так, возьми дубинку для убедительности. Да что ты делаешь мою, возьми. За это доплачивать надо. Да идиот, вот со стола, вот, на, держи. Все, и улыбайся. А, не, не улыбайся. Что за Сережа? Брой, отстань, крыльница. Что так срочно? Меня там художник рисует на коне. Понимаете, в чем дело? Вы же нам всегда говорите, мол, старая милиция плохая, а новые полицейские хорошие, а вот товарищ в своей объяснительной утверждает обратно. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, давай ты лучше прочитай, а то у меня это, очки на коне остались. Давай, читай. Давайте. Значит, пишет наш знакомый товарищ. Угу. Каждую пятницу мы с моей напарницей после работы едем по ночным клубам зарабатывать деньги. Ага. И, конечно же, на служебной машине. Конечно. Ну, иногда на такси. Так, дальше продолжай. Там мы всегда заходим с черного входа, потому что иногда нас просят привезти в клуб травку или что-то потяжелее. Что-то потяжелее? Это правда? Да. Ха, ничего себе. А как вам передают деньги? По-разному. Когда в трусы засовывают, когда напарницы в лифчик запухают. Ничего себе. Никакой фантазии. Дальше. Иногда мы уединяемся с клиентами в отдельную кабинку и там работаем с ними индивидуально. Что значит индивидуально? Ну, кто-то хочет, чтобы его наказали. Кто-то хочет за дубинку подержать. Ну, в основном смотрят, как мы раздеваемся. Раздеваемся? А это зачем? Извращенцы. А-а-а. А вы мне, кстати, за тот случай на дне милиции из органов хотели турнуть. Ну, ладно, сейчас я не об этом. Так а деньги вы как делите? Ну, как? С клубом пополам, 50 на 50. Вот уроды, а! Нашу схему сляньте. Значит так. Этого берем в оборот. Есть. Ну-ка, вставай. Какой оборот? Вы чего? Впояешь ему от пяти до семи. А мы с завтрашнего дня работаем по-новому. Так. То есть по-старому. Ну, то есть, как раньше работали, до того, как перестали вообще работать. Чего? Я ясно изъясняюсь? Кристально! Отлично. Ты смотри. Полиция. Ну, да и он. Молодец. То есть, как от пяти до семи? Ты что, ты волнуешься? Он же шутит. За хорошее поведение через три года выйдешь. Главное, что мы теперь по-старому работать будем. Руки! Реша Красантьевна, вызывали? Да, дядь Митя, вызывала. Ты знаешь, в нашей школе есть одна большая проблема. Ты, наверное, догадываешься, о чем я говорю. Знаю, знаю. Пиво в столовой не продают. Это трагедия. Нет, нет. Я сейчас говорю о посещаемости. Наши ученики систематически прогуливают уроки. Да вы что? Что ж вы мне не сказали? Я бы живо с ними справился. Странно, что ты ничего не знаешь. Ни о чем не догадываешься. А прогуливают-то они. Твой урок. Да? Угу. А, так я думал, классы такие маленькие, по два человека. Ну там, рождаемость упала. Что-то такое. Дядь Митя, не придуривайся, я тебя очень прошу. Лучше сядь и подумай, как нам увеличить посещаемость. Так я знаю как. Пиво надо в столовке продавать. Темное, светлое. Детишки потянутся. Задолбал ты уже со своим пивом. Этого не будет никогда. Думай давай. Делай, что хочешь, но чтобы ученики ходили на труды. Если что хочешь, то есть идейка у меня уже. Все, кроме пива. Тогда мне надо подумать. Крепко подумать. Желательно с пивом. Мне на 20 минут. Дядь Митя, вот ты в своем уме, а? Пригласить в школу стриптизершу. Надежда Константиновна, вы сами сказали. Вернуть детишек в школу любым способом. Я выбрал самый верняковый. Знаешь что, проводи девушку на выход, а сам возвращайся ко мне писать объяснительную. И халактиком ее прикрой, пожалуйста. Зря вы так, Надежда Константиновна. Потому что эта персона подняла посещаемость в школе до 99%. Ну, если потом... Подожди, подожди, подожди. Это правда? Правда. Правда, трое с температурой пришли. Один в гипсе. Слушай, ты свободен, а вас я, девушка, попрошу остаться. То есть дядя Митя не нужен уже? Ну, пока нет. Я тогда халатик заберу. Забери, забери. Я прошу прощения. Вы бы не могли прийти в школу завтра? Ну, могла бы, а что надо? Вы понимаете, у нас в 20.00 родительское собрание. Они очень плохо сдают на ремонт школы. Я думаю, что с вашей помощью мы соберем деньги за ремонт. Да, я могу еще подружку пригласить. Не надо. Подружку мы оставим, когда будем собирать на ремонт спортивного зала. Тогда чао. Чао. До свидания. Софья Николаевна, это я. Обзвоните, пожалуйста, всех родителей и скажите, что у нас завтра родительское собрание, и чтобы пришли только папы. Вы меня поняли? Угу. Выполняйте. Рога, я сегодня пораньше немного освободился, да? Попался, любовничек. Я, конечно, думал, что она мне тут с кем-то изменяет, но не думал, что ты такой урод. Ну-ка, иди сюда. А-а-а, подождите, подождите. Вы что-то не так поняли? Я сейчас все объясню. Не надо мне объяснять. Объяснишь потом травматологу, когда он тебя спросит, почему это вы выпали с пятого этажа. Какому травматологу вы? Вы чего? Чего, чего? Ну-ка, иди сюда. А-а-а, что вы делаете? Прекратите. Я тебя, я тебя научу, как к моей жене ходить. В чем здесь жена? Я вообще-то к вам. Что значит ко мне? Ты что, берега попутал, что ли? Да ничего я не попутал. Все это для вас. Ну, то есть для тебя. Можем на ты? Нельзя. Слышь, ты, если я пару раз там розовую рубашку на работу надел, это еще не значит, что я один из вас. В чем тут розовая рубашка? Я здесь не поэтому. А, я все понял. Слышь, ты, хакер, я не знаю, как ты попал в мой компьютер, как ты увидел историю моего браузера, но вот тот сайт, тот сайт, он сам открылся. Я просто не мог его закрыть, поэтому и пересмотрел все видео. Да не видел я твою историю браузера. А, да? Так а что ты тогда здесь делаешь? Здравствуй, Егорушка. О, наконец-то. Может, хоть ты мне объяснишь, что это здесь происходит? Я прихожу, а здесь вот в лепестках роз на моей кровати лежит вот это вот бритое чудовище. Конечно, это все для тебя. Что значит для меня, Вика? Я не понял. Егор, с днем рождения. Это сюрприз. Стриптиз и массаж. Какой стриптиз? Какой массаж? Ты в своем уме вообще? Ну, ты же мне на день рождения подарил спиннинг. Вот и я решила подарить тебе на день рождения полезный подарок. Слушай, ну, я его к себе не подпущу. Почему? Педро профессионал. Покажи, Педро, что ты умеешь. А? Смотри. Ой! Так красиво. Да что здесь? Ё-моё, нет, я не хочу на это смотреть. Нет, ты это досмотришь. Смотри, какие изысканные движения. Как он прекрасен своей пластикой. Я же так старалась, Егорушка, специально для тебя. Так, все, хватит. Это... Знаешь что? Если ты не досмотришь, тогда я обижусь на тебя. Вик, ну, что ты? Ну, не обижайся. Я... Нет, подарок классный. Просто... А мы с пацанами же договорились на рыбалку идти. Вот мне нужно поспешить. Кстати, а где мой твой... Твой мой подарок в углу, как всегда, в коридоре. Ага. А, кстати, можешь досмотреть, я даже не обижусь. Давай. Днем рождения. Спасибо. Классный подарок, классный. Фу, блин. Он что, реально с пиник на день рождения подарил? Да, прикинь. А на 8 марта летнюю резину. Теперь вот пользуются его подарком мне. А я воспользуюсь моим подарком ему. О, мне это нравится. Ну вот, справедливости я на старше сделаю. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ну как вот это? Он заснял такое, а я еще такое ни разу не снимал. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, что вы к нам пришли. Что? Вы рады, мы вас приветствовать прямо тут у нас на таможне. Да. И у нас тут небольшая процедура всегда происходит. Сейчас. Ой, что-то у вас там есть. Снимите курточку, пожалуйста. Зачем? Так надо, это процедура. Ух ты. Я думала, это в больнице раздевается там, типа на осмотр. Да, мы тоже на таможне заботимся о здоровье наших клиентов. Ой, а что это у вас там? Может, что-то запрещенное? Что у меня там может быть запрещенное? Да, у меня там есть запрещенное. Серьезно? Что? Я сегодня с утра съела пончик. А что в пончике такого прям опасного? Ну, то, что он может испортить мою фигуру. А, понимаю. Так. Ой, это тоже надо снимать. Надо все проверить. Такая процедура. Угу, угу. Вы не торопитесь. Снимайте, снимайте. Я подожду. Так, ну и, конечно же, ой, это тоже надо снимать. Мало ли, что вы там прячете. Что я там могу спрятать? Да, судя по размерам, все что угодно вы там можете спрятать. Давайте, давайте, снимайте, а я пока вам музычку для комфорта включу. Вы снимаете, и я поснимаю. Оперативное видео. Да, да, и это, ух ты, снимайте, снимайте. Все, одевайтесь. Классный видосик надо будет в группу скинуть. Вот, отправил. Ну, а вы одевайтесь и можете лететь отдыхать. Я вообще-то никуда не собиралась лететь отдыхать. А, а что вы тут делаете? А, я сюда к Буси пришла на работу. К какому еще Буси? Ну, к вашему начальнику, Дмитрию Анатольевичу. Дмитрию Анатольевичу? Эх, это кто сделал, а? Кто это сделал, спрошу? Кто снимал это? Снимал кто? Буси, я снимала, ну, трусики не снимала, а видео он снимал. Анатольевич, я все объясню, это, это... Не надо, это я сейчас тебе все объясню. Бусенька, пойди там, из фонтанчика водичку полакай, потому что тебе не надо видеть то, что сейчас будет происходить. Анатольевич, клянусь, не хотел, ну, бес попутал. Стриптисты снимал, да? Да, нет, я не то, не в том смысле. Я сейчас тебе устрою стриптизму. Скажите, а родительские собрания у вас также проходят? Анатольевич, Скажите, а можно к вам еще ребенка четырех лет отдать, чтобы меня еще из-за дочь вызывали? Да. Хотя ради такого можно и усыновить, чтобы по возрасту проходил. Надежда Константиновна, заходите. Извините. Ну что, вы закончили? Да. Что происходит? Я насобирал Надежды Константиновна в фонд школы. Ага. Ах, вот зачем этот цирк тут устроили. Конечно. У вас же не было времени за пять лет сдать на нужды школы. А вот видите, денежки наши это на шторы, это на учебники, это на наглядные пособия. Я могу идти? Конечно. Можете быть свободны. А мы сейчас будем расплачиваться за ремонт. Давайте я вам лучше деньгами отдам. Эээ, поздно. Нет, не поздно. Вот, смотрите, есть деньги. Нет, нет, мало. Уже проценты накопились. Я сейчас в банкомат и принесу. Сходишь в банкомат, если сможешь, конечно, потом. Помогите! Не кричи, у меня тут хорошая звуководолиация. Мамочка! Можешь меня и так называть. Ну, вот она, моя зарплата за месяц. Да, небольшая. Но, с другой стороны, вот мои взяточки за месяц. Хороший месяц. Хороший. Хороший месяц был. Хороший. Всем лежать! Работает спецназ! Ребят, вы чего, против брата пошел, что ли? Не нас? Полчать! Что вы делали? Куда вы, ребят? Осторожно, у меня подмышечная боль. Осторожно, ребят. Иди, подмышечная боль. Слушайте, а может, договоримся, там вон на столе пачечки лежат. А? Рано, мы еще ничего не сделали. Да, может, и не надо ничего делать, а? Мы спецназ. В отличие от вас, мы делаем свою работу на совесть. Ну что, приступим? Ребят, подождите, ну у меня жена, дети, как они без меня? Ну вы чего, а? Да они даже не узнают. Как не узнаешь? А вот так не узнают. Поехали. Нет. Поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 у вас прям-то таланты потрясающий новые это методика лечения помогло все претензии ко мне нет нет а а продолжение не будет так сами то все же нормально да к сожалению до свидания спасибо огромным так вас тут это вот так девушка здрасте раз у тебя вы не представляете у моего друга такая же проблема как у меня случилось шишель заклинила заклинила капитально девушка может быть вы его полечите как у меня а скажите а вы у нас мазь покупали нет я не покупал я ему своей намазал простите но мы помогаем только клиентам в нашей аптеке ладно держи еще клятву гиппократу давала никакому гиппократу и не давала я между прочим честно и стриптизерша ой фармацевт началось до я же игрушу может быть бесплатно стриптиз посмотреть такой же бесплатный но тоже ничего прикольно егорушка а у меня для тебя кое-что есть чё пожрать что-то принесла ты же вроде в постели не разрешаешь нет нет ты неправильно понял есть кое-что более интересное что можно делать в постели это чё а это слушая я просто поел только у меня живот вздулся не хочется тут все заляпать ты все только постирала нет нет и ты неправильно все понял я хочу чтобы для тебя было кое-что особенное не догадываешься я ходила месяц на курсы стриптиза курсы стриптиза а так вот чё ты с карнизом под мышкой каждый вечер куда-то гоняла кстати когда ты его прибьешь так уже смысл ну как же я буду танцевать ну хочешь я оторву нет нет не надо я буду импровизировать тем более сексуальность она либо есть его ее нет но это уж точно так но ты готов к сексуальному взрыву вообще-то честно говоря не его да да готов пошла как тебе а как тебе завелся а так завелся что чуть не развелся короночка осторожнее люстру не зацепи смотря какого эффекта добиваешься что ты хочешь хочешь честно накрыть тебя одеялом как клетку с попугаем секундочку я поняла это наверное музыка не та и музыка не та и женщина не та выключи музыку я тебя прошу да блин все не так ну ничего не получается у тебя может тебе надо было ходить на платные курсы стриптиза вообще-то это были платные 10 тысяч в месяц сколько ни хрена себе ну-ка набери эти курсы дай я с ними поговорю 10 тысяч хрена себе здрасте забор покрасьте алё слушай меня сюда ну ты завелся да вот теперь я завелся супер то есть танец тебе теперь понравился он мне не просто понравился он мне до сих пор нравится только не загораживай ага ага спасибо может я пойду уже да не ну куда пойду 10 тысяч надо отрабатывать как то сейчас еще минут 15 потанцуешь потом пойдешь а то я пожалуюсь в общество прав потребителей вот да ух не зря ты ходила на стриптиз не зря ага